Посмотрел я сегодня видео и просто в шоке от того, как же просто обмануть нашу сигнализацию в машине, просто заглушив ее. Ведь производители сигнализации говорят, что у них сверхустойчивые передатчики и очень четкая система шифрования, что просто ее никак не обойти. А здесь просто какой-то маленький дешевый передатчик, который стоит меньше бакса и схемка, которую можно собрать прямо на коленке. Именно с этим я и решил сегодня разобраться и показать все это вам. Сейчас у нас машина разблокирована и я постараюсь ее заблокировать, но при этом у нас шумодав вот этот включен. У нас ничего не происходит, сколько бы я ни нажимал, отпуская компьютер, нажимая заблокировать и все срабатывает отлично. Вот такая вот маленькая схемка получилась у нас. Друзья, всем привет, с вами снова Кирилл. И сегодня я вот наткнулся на такую вот интересную страничку на YouTube, где человек показывает какой-то передатчик. Он даже также здесь написал, что это передатчик RT4, RT5 или RT6 можно использовать, которая работает на частоте 433,92 МГц. Написано проще только кнопочка, здесь он кстати показывает нам само это устройство, да вот оно. Вот здесь вот он нам показывает этот сам маленький такой вот передатчик, антенка у него торчит и небольшая схемка собранная на пару буквально компонентов. Там два транзистора, резисторы и где-то должны быть конденсаторы. Ведь и действительно я конденсаторов-то не вижу. Может конечно и фуфло это все. А смысл этого видео, что человек показывает, как другие люди не могут поставить на сигнализацию свою машину, пока его устройство включено. Но стоило ему отключить свое устройство, как тут же люди смогли установить свои машины на сигнализацию. В целом, конечно, здесь в описании у него уже имеется вся информация. Ну, такая информация, которая знающим людям сразу бы сказала, как и что собирать. По ссылке перехожу, вот она кстати схемка, можете остановить кадр и посмотреть ее. Здесь у нас передающее устройство, оно уже как правило продается готовым модулем. А также задающий генератор, сделанный на двух транзисторах. Схемка генератора, конечно, простая, можно ее собрать и так, а можно и сделать ее на Ардуино. Написать небольшую прошивку, но думаю, наверное, не будем мы заморачиваться. Есть у меня старые компоненты, поэтому я хочу собрать все это на них. Это у нас модули и у них ровно точно такая же частота. Далее нам пригодится макетная плата, на которой мы все это будем собирать. Есть, конечно, вот такие вот, как под Ардуино. Но нас интересуют именно такие. Вот они так выглядят с увеличенным видео. А теперь поприветствую вас лично. Привет, друзья! Перешел я за стол и взял радиостанцию. Такая вот маленькая радиостанция у меня есть, на которой я даже еще обзор не делал. Очень хорошая вещь. Давайте я вам продемонстрирую, как это выглядит. Нажимаю сейчас на кнопочку. Раз. Вот мы видим, что у нас опрос машины прошел удачно. А теперь мы нажимаем кнопочку на нашем передатчике. И снова повторяем запрос. Теперь нам выдает ошибку. Отпускаем, нажимаем снова. Как видите, уже все нормально опять. Далее мы переходим к нашей технической части. Я уже подготовил все компоненты, которые нам сегодня пригодятся. Ну, точнее, те, которые были у нас указаны в схемке. Это вот такая оплатка, которую я вам показал. Она очень дешевая, доступная. И в наборе их, по-моему, около 10 штук. Очень, кстати, легкая. Вот здесь как раз написано 433,92. Код маленький. Называется он по-другому. Здесь он какой-то FS1000A. Вот с этой стороны я уже заметил, что здесь какая-то большая глякса. Походу, она залила даже на соседнюю дорожку. Придется сейчас паяльничью включить. Для проверки всех компонентов я использовал вот такую вот интересную забаву. Очень хорошее устройство. Кстати, рекомендую вам. И ссылочку оставлю вот здесь. Устройство очень простое и понятное в эксплуатации. Подключаем какую-нибудь детальку. Нажимаем и видим сейчас, видите, уже какие-то результаты. Припаял я пару деталей, покомпактнее, насколько это смог. Сейчас я их между собой здесь буду соединять проводками. Ну и вот, что у нас получилось. Вот такие две платки, одна в другую впаяна. Это платка-передатчика из задающего генератора. Особо не заморачивался, чтобы не разводить. Кстати, платка оказалась на удивление очень удачной. Заказал бы еще таких несколько штучек. Точнее, десятка штучек. Потому что на самом деле очень все удачно сделано. Когда их вот так вот начинаешь откусывать, раз, они просто вот трещину дают и идут четко вот по отверстиям. Поэтому вот смотрите, поломать у меня вот так вот получилось. Вроде все аккуратненько и быстро. Так, передатчик поймал какую-то частоту. Несколько я понимаю, у нас, наверное, задающий генератор не работает. Так, вот частота есть. Я отключаю, она пропадает. Втыкаю, у нас все опять есть. Частота состава 433,870. Немножечко она отключается от заявленной. Да-да-да, это вот именно передатчик наш так работает. Не понимаю, почему же задающий генератор не так фурычит, как надо. Уже начал искать ответы в интернете. И тут набрел просто вот так вот, набрав генераторы на транзисторах. Посмотрел схему включения, оказывается, здесь у нас 361, если и использовать, то у них в схеме, которую я вам показывал раньше, неправильно указаны полярности. Поэтому единственный выход, который я вижу, чтобы мне, конечно, всю плату не переделывать, это просто найти 315 транзисторы и впаять их. Чтобы зря не впаивать наши элементы, предлагаю их также еще проверить нашим универсальным тестером. Проверка очень простая, быстро втыкается и проверяется. Коэффициент усиления, кстати, здесь у нас побольше, 142. Итак, дорогие друзья, перепаял я эту платку, снова восстановил дорожки. Конечно, с трудом, потому что вот этот китайский припой с трудом вообще берется. Так, что у нас теперь здесь получается? Давайте, наверное, попробуем его подключить и посмотреть, какой же у нас ток будет. Раз, два, три. 10 миллиампер, напряжение порядка 5 вольт. Уже слышно, что даже радиоприемник ловит какую-то фигню. Походу, вообще все глушит. Чтобы у нас была хоть какая-то мобильность, я немножечко взял поменьше напряжения. Это у нас литий-ионный аккумулятор на 3,7. Когда заряжен, он выдает порядка 4,4,2 вольта. Этот китайский аккумуляторный гомунгл выдает якобы аж 4250 миллиампер. На самом деле он выдает где-то 1500. Ну, в принципе, это и неплохо. Давайте попробуем ее подключить. Минус, плюс. Подключи, вы сами видите, что помеха идет и очень хорошая. Перешли мы с вами на окно. Сейчас я уже настроил наш приемник радиостанции на частоту 433920. Теперь мы проверяем наш брелок. Стоимость этой сигнализации сейчас где-то больше 5000. И производитель заявляет, что у них очень устойчивая связь. Расстояние до машины здесь небольшое. Да, давайте, наверное, вначале проверим, как работает без нее. Я нажимаю на нее. Так, и у нас показывает 14 градусов. Так, чтобы тут помехи нам не наводилось. Это сейчас мы опросили машину, сколько же в ней градусов. И теперь мы снова нажимаем на кнопочку. И мы, наверное, уже слышим, что у нас звук такой якобы связи с машиной нет. Давайте еще раз нажмем. Так что же вы теперь скажете производителям наших хреновых сигнализаций? Почему они у нас такие дорогие и такие хреновые, что их можно заглушить вот такой ерундой? Итак, дорогие друзья, давайте, наверное, подведем наши сегодняшние итоги. Вот эта вот маленькая платка, которую мы заказали из Китая, оказалась очень хорошей. Ну, как бы в плане, наверное, передачи. А в плане частоты я так и не смог разобраться, потому что радиостанция у меня то на одной, то на другой частоте ловит этот передатчик. Но, с другой стороны, мы-то собирали глушак, так что с этой задачей она справилась на все 100%. Следующий претендент на покупку – это наша платка. Платка оказалась очень удобной для того, чтобы собирать на ней на скорую руку небольшие готовые схемки. Если бы я делал полноценную плату, на это у меня ушло гораздо больше бы времени. А что я самое главное не сказал, пока паял, так это то, что эти дорожки на самом деле не отлетают. При этом температуру я выставлял порядка 380 градусов на нашем паяльнике, что я считаю очень хорошим результатом. А мне остается быть самому очень внимательным и бдительным, чтобы самого такой же игрушкой не обманули. Ну, а на этом я, пожалуй, заканчиваю наш видеообзор. А всем, кому не безразличны такие экспериментики, тесты и обзоры, то смело ставим палец вверх. Кто еще не успел, подписываемся на наш канал, так как впереди у нас реально много интересного. С вами был Кирилл и до новых встреч. Пока-пока. У меня же звук записывается отлично и я на это не жалуюсь, поэтому и переделывать камеру я не вижу смысла. С другой стороны, у нас расположено отверстие под динамик. Не знаю, видно. Также вытаскиваем на горячую и перестает у нас играть. А теперь мы проверим флешку. Флешка мощнее, потому что это у нас USB 3.